Приветища, это Роуд 96, и мы продолжаем прохождение этой удивительно прекрасной игрухи. Прекрасной в том, что здесь у нас есть выбор. И в прошлой серии мы сделали выбор в пользу Зои, которую мы спасли, пожертвовав своей жизнью. Но у неё были важные документы, надеюсь, эти документы в сегодняшнем эпизоде как-то отразятся. Вот мы и узнаем, погнали! Привет, с вами Соня Санчес. Добро пожаловать на шоу Сони. Привет, Соня. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о процветающей нефтяной отрасли нашей страны. С помощью министра нефти мы записали следующее. Минуточку. У меня есть важные новости. Да что вы говорите? Шутите? Дамы и господа, прямое включение нашего репортера у стены. О, лоу. Звоночек прям нифига себе. Прямое включение, обалдет. Беатрис? Беатрис, меня слышно? Да, Соня. Я веду репортаж от стены с места свежего теракта. Со мной Даррен, очевидец событий. Я в телеке? Ну так вот, я спал в палатке и вдруг услышал хлопок, как будто что-то крупное взорвалось, знаете? А как выбрался, увидел громадный пожарищ у стены. Вы знаете, что стало причиной взрыва? По-моему, в стену грузовик врезался. Так и есть, Соня. Грузовик бригады врезался в стену. Подростка убила на месте. Не, вы все путаете. Подростка убил не грузовик, это пограничник. Все время в детей палят. Эй, отпустите микрофон. О-оу, кажется, у нас технические неполадки. И, хотелось бы мне сказать, удивлена тем, что за терактом стоит бригада, но не могу. Спасибо за репортаж, Бе-Беатрикс. Ничего не бойтесь. Власти позаботятся о том, чтобы подобное не повторилось в день выборов. Помните, я буду вести оттуда прямой репортаж. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Похоже, теракт по-прежнему фаворит. Да что ж такое-то, а? По мере приближения дня выборов в нашей прекрасной стране все чаще вспыхивают протесты. Не поддерживайте насилие, голосуйте за теракта. Как вам известно, что Сони очень озабочена ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на сегодняшний выпуск. Ну давай, давай, показываем. Надеюсь, после сегодняшнего выпуска, когда все узнали, что пограничник застрелил ребенка, ход выборов изменится кардинально. Итак, у нас есть три разыскиваемых. Смотрим по километражу. Так, 1408, 1540, 1742. Ну давай, наверное, вот этого вот засранца выберем. 1408 километров. Это поближе. У него две энергии, что очень плохо. 11 долларов с собой, ему 16 лет. Ладно, поехали, парниш. С вами было шоу Сони. Да пошла ты, Соня, блин. Месячая тетка. Итак, 1408 километров до границы. Кого же мы... О, Зоя у нас 100%, смотри. Мы полностью с ней сюжетку закрыли. Обалдеть. Остались остальные чувачки. Большой медведь. Ресторан. Стоп. Too young to die. Типа умирает молодой или что-то типа того. Нет, это ты меня послушай. Это не... Простительно, вообще никак. Не говори мне, успокойся. Кто там? Богом блинусь, еще раз ты это скажешь, и я тебя. А, так это медведь. Проблема не в этом. Ты подвергаешь его смертельной опасности. Эй. Катись отсюда, мелочь. Нет, это ты меня послушай. Это непростительно. А он по второму кругу пошел. Все, я понял. Его диалог я не буду читать. О, а ты кто такой? Здорово. Лишние мелочи не найдется, дружище. Мне деньги нужны. Прошу прощения, каплю на переливной бассейн. Чего? Какой бассейн? Переливной? Или я что-то прочитал? Блин, медведь, успокойся. Ты фонишь. О, вот это надо закрасить. Что еще? О, здесь тоже надо закрасить. Блин, жалко прыгать, нельзя. Давай. Вот. Сейчас пошаримся. Тут еще, может, монетки найдем. Надо не забывать, что у меня всего две энергии. Я уже изрядно под... Потратил свои силы. Отпереть, взломать замок. Зломать, к сожалению, не могу, потому что отмычки до сих пор нету. Где же мне ее достать-то, екаро? Так. Ойл. Пустой столик. Может быть, в почтовом ящике? Ха, почтовый ящик закрыт. И открыть его никак. Он в такое ощущение, как будто запаян. В машину я залезть не смогу. Давай еще возле грузовичка вот тут посмотрю. Нет, тут тоже ничего. Ну ладно, пойдем, значит, в рестик. В рестик, в рестик, в рестик. А то меня этот медведь уже бесит. На столе тоже ничего нету. Вон, постер какой-то лежал. А, фигня. Здорово. Че тебе надо? Если еды, то извини. Тут только дальнобойщики едят. Ну и пошел-то в пень. О, можно купить что-то. Теракт 3000, счастливая звезда, купить лотерею. Кредитная карта у меня... Ну, у меня ее уже нет. Она была у того чувачка, которого пострелили на границе. К сожалению. Может, я что, свистнуть тут могу? Украсть ключи. 30 процентов. Он меня может спалить и потом меня засадить за решетку. Давай, вначале мы с ним поболтаем, пока я ничего не совершил. К стене. Что за парень на телефоне? Это большой джо. Я о нем кое-что наслышал. Сомнительные делишки у него. К стене. Вообще-то, да. Дополнительная охрана терака, чтобы обеспечить ему победу. Понимаешь, о чем я? Теперь катись, пока мин то с неба изволтанил ты, мелкотня. Пошел ты сам в пень. Купить пленку. Ничего не хочу покупать у этого засранца. 11 долларов. Давай попробуем ключи свистнуть. А нет, подожди. Давай в лотерейку все-таки сыграем. Тирак не буду покупать. Там по-любому ничего не выиграет. Счастливая звезда. Это телеведущая Соня. Нафиг ее. Купить просто лотерейку. Обычную лотерейку. Стираем. Винт! Ты победил. Сколько я выиграл? Двадцатку, прикинь. Фортуна моей. Хорошо, что я выбрал именно лотерею обычно. Фортуна моей стороне. Значит, попробуем украсть ключи. Давай, давай. Эй, ты че творишь? Слышь ты. Ладно, ладно. Ничего не творю. Меняй станцию. Ну, не надо тогда. Во, фу, фу. Открутился. Все, ладно. Че мы тут сделать-то сможем еще? Я думаю, что надо отсюда чесать. Или все-таки с медведем еще поболтать? Миша, Миша, послушай Джона. Слушай меня, Роберт. Ты попросил ребенка сделать тебе бомбу? Ты идиот или как? Если с ним что-то случится, я тебе башку оторву. Все понял? Ого. Это он, наверное, Алекса просил бомбу сделать. Алекса, это я. Мы можем поговорить? Не-не-не-не-не-не. Послушай, пожалуйста. Не делай этого, понял? Я знаю, что тебе обещал. Но тебе надо этого не делать. Пожалуйста, послушай. Алло. Алло. Черт возьми. А ты че пялишься? Позже. Я думаю, что от него грибу он так... Он так жестко агрессировал в телефоне. Иди сюда, Милкота. Зачем бы мне это? Сядь, пожалуйста. Пожалуйста, садись, давай. Ряточка. Сядь, сядь. 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 Извини, что наорал раньше. Я просто на себя зол. Ладно. Я поел кое-чего. И мне полегчал. Ну, рад за вас. Я заедаю эмоции. Ну, что сказать. Нужно мелочь. Давай поболтаем. Хорошо, давай. Слушал про подростка, погибшего у стены? Да. Меня аж трещет, когда они говорят, что это был бригада. А ты что скажешь? Я думаю, система безнадежна. Нам всем надо восстать. При Флорес такого не будет. Ну, давай скажем. При Флорес такого не будет. Хотелось бы мне полностью согласиться. Но политики приходят и уходят. Эй, у меня тут куча еды. Перекуси. О, давай, 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 давай. Конечно, конечно. Есть картошку фри. Выпить газировки. О, сил пополнили. Лучше. Все равно выглядишь так, как будто марафон в пустыне бежал. Так и есть, блин. Есть идея. Почему бы тебе не вздремнуть в дороге? Вообще не помешало бы. Откуда мне знать, что вам можно доверять? Да ему можно доверять, я-то знаю. Ага. Все, мы на дальнобой едем. Далеко, далеко. Он же нас подвезет? Или мы просто переночуем на парковке? А, мы на парковке переночевали. Ну, ништяк. У нас было две ячейки энергии. Теперь фул. Круто. О, наконец-то мы увидим, что у него внутри в тачке. Пора вставать, мелочь. Извини за такое пробуждение. Как спалось? Слушаю, очень даже неплохо. Рад слышать. Давай посмотрим, что у него тут есть. Так. Это Роберт. Это я на него наорал по телефону. Забавно, когда-то я считал его другом. Понятно. Но мы его уже видели в прошлой, позапрошлой серии. Чего еще у тебя тут можно взять? Или поглазякать? Есть что интересное еще? Все, смотрим хорошенечко. Картошка фри с чашечкой. Вот здесь еще что-то есть. Этот парень, с которым я говорил. Жутко умный. Знаем, это Алекс. Знаем его. Что-нибудь еще? Туалетная бумага. Нам она пока не нужна. Вроде бы все. Больше ничего здесь нету интересного. Здорово вы поругались. Он думает, что я не сдержал обещания. Но у меня были на то причины. Что за обещания? Обещал ему, что расскажу про биородителей. Я их знал. Они были в бригаде, как и я. А-а-а. Он должен был Алексу рассказать. Слушай. Страшно, не хочу просить. Но мне нужна твоя помощь. Ммм, даже не знаю. Хотя бы выслушай меня. Ну, пожалуйста. Пацан меня слушать не станет. Но может тебя послушать. Если ты с ним поговоришь на нашей чистоте. Что мне сказать? Я даже не знаю. Говори на чистоту. И не разговаривай с ним свысока. Надо его уговорить отказаться от всей этой затеи с Робертом и бомбой. Если не выйдет, может пострадать куча людей. Ну, давай попробую. Спасибо, мелочь. Радио перед тобой. Ну, давай. Использовать любительское радио. Хе-хе. Прием. Первый, первый. Я второй. Я тебе уже сказал, Джон. Не хочу разговаривать. Это не Джон. Кто это? Ммм. Мы с Джоном приятели. Мы с Джоном знакомы. Блин. Ну, давай скажем приятели. Он там? Не так ли? Ну, да. Чувак, я так и знал. Мы можем поговорить? Чел, не хочу хамить, но для чего мы разговариваем с тобой? Потому что, Джон, на тебя не плевать. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Ты как будто хороший человек. Ясно. Значит, он тебе рассказал, что я делаю для Роберта. Ну, да, типа. Вот что. Я не понимаю, о чем тут говорить. Думаю, лучше повесить трубку. Пожалуйста. Не дай ему оборвать связь. Не отключайся. Почему? Ты умный. Ты знаешь, что бомбы убивает. Неужели не видишь, что Роберт тебя использует? Ммм. Конечно. Я в курсе. Но иногда ради общего блага кто-то должен пострадать. Тупая вообще мысль. Ты же знаешь, что теракт делать с детьми. Да знаю, конечно. Джону не все равно, он попросил меня позвонить. У тебя такие задатки, Алекс. Ага, когда-нибудь я открою собственное дело. Вот что. У меня мало времени. Я обещал Роберту, что скоро будет готово. Не надо, парень. Ты не хочешь руки в крови марать, я знаю. Уж поверь моему опыту. Я просто хочу узнать про родителей. Все от меня запираются. Джон, расскажи ему про родителей. Я не знаю, с чего начать. Начни с имен. Наоми и Стивен. Так звали твоих родителей. Наоми и Стивен? Расскажи ему что-нибудь еще. Работать, не останавливайся. То, что ты сделал. Меня это ранило, Джон. У нас был уговор. Я тебе доверял. Знаю. Мне жаль. Прости, пожалуйста. Хочу узнать больше. Но не так. Мы можем вскоре увидеться? И ты мне все расскажешь? Все, что знаешь? Обещаю, парень. Обещаю. А что с Робертом? Я... Я скажу ему, что хочу выйти из команды. Все равно я на самом деле хочу игры делать. Вряд ли он обрадуется. С Робертом я разберусь. Увидимся, лады. Хорошо. Пока, Джон. Увидимся. Алекс не сделает бомбу. Очень круто. Уболтали его. Спасибо, мелочь. Благодаря тебе он в безопасности. Ну вот, медведь уехал. Я остался один-одинешеньком. Мог бы меня вообще-то и подкинуть. Я уговорил Алекс не делать бомбу. Вот засранец. Ну раз таки дела, пойду. Закрыто. Блин, я хотел еще один лотерейный билетик купить. Ну, подстав, подстав. Это кто закрасил тут? Я что ли красил? Тирака закрасили. Это очень хорошо. Символы бригады. Ключи спереть не получилось. Соответственно, заднюю дверь магазина мы не откроем. Такси вызывать не буду даже и не хочу пытаться. Автостопом поедем. А там что горит? Почему там что-то горит? И тоже знак бригады. Как будто склад бригадовский горит. Ладно, погнали. Подвези мелочь. Подбери мелочь. Мелочь отблагодарит тебя. 14.08 километров до границы. Буду теперь так называть. По две цифры. Автостопом мы проехали совсем чуть-чуть. Хэппи Мауэрс Дэй. Счастливый мамин день. По где мы с Алексом едем? Повезло тебе, что я вас нашла. Ха, фанни. Это полицейская. Обоих. А, блин, я думал я с Алексом еду. Фотки Алекс. Посмотрим. Алекс, лето 95-го года. Дружище, тебя за что поймали-то? Эй, фань, ты чё, как... У меня госпропуск есть. Реально у меня госпропуск, офигеть. Да, повезло. Эй. Чувачок. Эй. Всё в порядке? Где она тебя нашла? Недалеко от того места, где тебя. Там магистраль, видимо. Ты пытался... Аккуратно. Да, да, я пытался. Я слыхал, пацан один скоробкился на вершину и через неё перешёл границу. Но это слишком опасно. Я не рискнул. Звучит по-детски. Но не дождусь, когда усну в своей кровати. Полностью понимаю. Да, собственная кровать, это круто. Да? И поесть домашнего? И поесть домашнего? И душ принять ещё хочу. Душ, господи. Как это круто. Эй. Чё вы там шептитесь? Ммм. Да так, ничего. Куда мы? Может, меня отпустите? Ну, хватит. Ты числишься в розыске. Родители наверняка с ума сходят. Ммм. У меня пропуск есть, блин. Где это предложение? Где это предложение, что у меня есть пропуск, а? Почему его сейчас здесь нет? Зачем вы нас подобрали? Подобрали. Я... У меня есть немного налички. Ха, подкупить Фанни Дани не получится. Мы не просто так удрали. Зачем вы нас подобрали? Опознала по объявлениям о пропажах. Обоих. Родители, не бойся, с ума сходят. Ну, началось. Чё ты нам сейчас проповедь будешь читать? Можно спросить? Вообще не прочь поболтать. Не с кем особо. При моей-то работе. Ну да, ребёнок от тебя сбежал. Ещё ты коп. Что думаете про подростка, погибшего при переходе? Не должно было такого происходить. Вот что я думаю. При Флорес бы такого не случилось. Ужасно. Но может, наконец-то что-то изменится? Кажется, я знаю, кто твой кандидат. Да, да, да. Всем экипажем. У нас код 10. Зафиксирована радиопередача бригады. Источник трансляции в районе трассы 42. Приём. Мне сегодня везёт. Наконец-то я найду этот передатчик бригады. Экипаж 2 слушает. Направляюсь на север по трассе 42. Приём. Куда ты поехал? У тебя два ребёнка. А ты на происшествии. О, господи. Фанель. Я... Это нет слов. Не знаю, у кого передатчик. Сказать? А, тогда... Я недавно наткнулся на кое-кого из бригады. Блин. Ну, в принципе, Фанель, она... Она хорошая. Давай скажем. Ха, конечно. Так она мне и поверила, конечно. Да, правда. Скажу, если отпустите. Ха-ха-ха. Вы правы. Ладно, давай так. Хорошая попытка, но я тебе не поверю. Медведь, медведицы, как слышно? Опа. Не время, медведь. У меня два подростка в машине. Приём. Ты где? Всё в порядке. У тебя голос тревожный. Держись подальше от трассы 42 лады. Обещай, медведица. Плохо слышно. Алло, медведь? Блин, он же говорит не едь туда. Мне кажется. Или тот рекламный щит... Ёппараса-те. Примчались. Якишкин корень. Пнуть. Ползти. Чё, я один тут? Давай подползём. Надо взять деньги. Они нам нужнее. Да-да, я карму подпортил. Но они мне нужнее. Так. Что-что-что ещё? Наверное, выбиваем и ползём отсюда. Да? Выползти. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Красавчик. Молодчик. Выбрались. Нормаленько нас так что-то дарахнул рекламным щитом бригады. И чё, я вот так вот всех оставлю? Спасти подростка или спасти Фанни? Блин, надо Фанни спасать. Или подростка. Какого спасать-то будем? Одного из двух надо. Чёрт, я даже не знаю. Но Фанни взрослая, блин. Блин, Фанни... Аликсу нужна мама, в любом случае. Чёрт. Ладно, спасти Фанни. Вы выбрали спасти Фанни. Это сложно. Вали отсюда. На тебя же повесят. Опа, у меня теперь связи в полицейском участке есть. Хорошо, что её спас. Если чё, она меня сможет потом отмазать. Если вдруг на меня чё-то повесит. Нифига себе, это чё я пешочком вот такой вот километраж пробежал? Офигеть. Ну я мощный. У меня, наверное, сейчас селёхонек вообще не осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три ячейки сужок. jump around прыгать вокруг round по-моему это так и либо вокруг обрыв вокруг пропасть еще я фиг его знает как перевозится ладно идем я еще тот англичанин знаток великого английского языка который не знает русский что там у нас остановка автобусная нефтяная вышка перейти на ту сторону я не могу идем только по этой стороне уверен мы здесь можем где-то поспать на картончик в лес зайдем грибов поищем главное нарваться на медведей о музычка сменилась на позитивно давай на остановку сейчас зайдем разукрасим постеры терако тераку усы мы подрисуем чтобы за него не голосовали от скибис от скибис так награда звоните 96 1 1 2 если что-то знаете о радиопередатчиках бригад ничего я звонить никому не буду а тут что у нас награда то же самое а вот вот это вот что такое радио она тоже про передатчик flores портить не будем ничего не будем разыскивается тоже про передатчик тут что нибудь есть не мусорки нифига я слышу кстати коповскую машину она где тут рядышком и водопровод какой а у нас водопровод а у нас домик газ а у нас рядом кат кат вы если кто не знает это кольцевая дорога вокруг города ну или в пределах города нефтяная вышка еще одна их тут прилично кстати а да ладно мы до нефтяного предприятия что ли добрались я-то думал можно поспать на картон очки отдыхать там город так красиво светит август пятое число 96 года у меня причесал между прочим крутой подъем с добрым утречком надеюсь я не отстудил себе ничего все таки в августе уже попрохладнее хотя начало августа я думаю все норм идем дальше вдоль трубопровода о машинка какая-то а это трейлер там кто-то живет наверное тачка открытая она она разобрана она ушатанная в холмище взять выпить чудесно очень хорошо вот тут еще домики барбекю барбекю хочу взять монеты так и не короче когда я деньги откуда-то беру нифигасе тут кровище то ты посмотри обалдеть короче когда я откуда-то деньги беру у меня карма сразу понижается а это возможно как-то влияет на успех потом о сейчас еще и мусорки поковыряемся давай денежку найди здесь чё ничего пусто трейлер зайти нет это разукрасить надо здесь ничего хорошо идем тогда сюда код нужен блин где бы код найти может в машине лежал а это что за записка давай почитаем петри а таймс церемония в память о жертвах теракта 9 сентября через 10 лет после трусливого теракта бригады граждане почтят жертв того страшного дня и изберут следующего президента ожидается что церемонию которую будут показывать по национальному телевидению посетят сотни людей ну ладно главное чтобы девятого сентября когда будет все это мероприятие не произошел еще один теракт можем вести код который мы не знаем или взломать конечно взломать у нас же компьютер есть сколько тут техники офигеть давай ка посмотрим чё тут у нас открыть кассету возьмем прикольно открыть баксики баксики 45 долларов но карму мы опять изрядненько с тобой под истощили подпортили играть не будем ему зло играть это между прочим бригадская лазеечка бригадский домик закрыть как будто здесь никого и не было чё тогда автобус подождем и поедем дальше автобус автобусов автобус постер какие-то она это про радиопередачи заплатить за автобусы поехать подождем посвистим блин мы уже рядышком рядышком с границы почти доехали за эту серию то мы должны до границы дайте у нас джоном 82 процента раскрытия истории почти закончили с ним снова алекс а здорово интересно мы ему скажем что это мы с ним по радио передачи общались или нет погоди мы с тобой в автобусе встретились а как же твоя тачка прошло серии ты нас подвозил на тачке крутой есть давай сожрём ой круто лотереечку мы с тобой не можем ничего от скрипти о привет чел здоровенька гадаешь чем я занят решил хакнуть супер-жин чтобы каждый в петре получил по халявному бургеру этим капиталистическим свиньям пора немного поделиться а ты чё делаешь направляюсь к трассе 96 бургеры говоришь а я так и думал что ты пытаешься свалить из тиранской помойки удачи тебе чел а я а я пожалуй продолжу ломать эту бургерную мега корпорацию вздремни на этой мерзкой подушке у тебя за спиной силы в дороге понадобится где подушку мне у меня а вот ну спасибо это это без диалог а как же сказать что это мы были по радиосвязи ну ладно сколько тут постеров тирака везде жалко перекрасить их нельзя и зачеркнуть там соник вещает ну давай подрыхнем мы едем в ночное время нас подвозит автобус мечты алекс ты еще тут алекс да здесь еще к стене в день выборов смысле к стене денег чего этот и это я рассказываю почему я еду к трассе 96 слышал о пареньке что погиб при переходе через границу у меня везде глаза и уши и айкью 180 произошедшая уже произошедшая ужасно думаешь это правда бригада нет и флорес тоже нет это те фашистские свиньи виноваты нет пограничники виноваты я тоже так считаю власти у них многовато сечешь о чем я ну да власти реально много алекс ты меня слышишь слышу отличный ком странный телефон а где у него телефон-то а вон у него передатчик это не телефон это мой ком неплохо сам сделал это безопасно алекс абсолютно мистер медведь как всегда мистер медведь сколько тебе лет 14 но я реально шарю мной любой бы хотел быть сейчас о чем я я собираюсь переключиться но ты в курсе алекс и мне надо знать если в округе сам знаешь папа что-то интересненькое намечается круто что ты ему помогаешь почему он так разговаривает слушай давай на чистоту может это и дурость но мне кажется с тобой можно у мистера медведя есть нелегальные радио и он хочет чтобы я проверил где сейчас менты я все слышу алекс работа на бригаду кажись проговорился сорян мистер м ничем помочь не могу занят пытаясь сделать так чтобы дождь из мяса шел могу помочь не переживай вот чел в автобусе может помочь не волнуйся чел все просто даже взрослый справится валяй включи сканер окей запустить сканер алекс что делаем крутим вперед назад не работает что что-то упустил да сейчас подожди наверное чё-то надо включить ой полный когнитивный провал батарейки забыл вот понятно вставляем батарейки только вставь правильно не парься открыть вставить батарейки я правильно вставил вроде нет повернуть батарейку а нет меня обратно поверни поверни вот вот все вставили нормально теперь проверить усилки открой эту херень и по щелкой приключателями открыл эту херень переключить ок нет не так сюда сюда нет значит сюда блин так так сюда я встретил попытки здорово нам надо прослушать большой радиус так что активируем практически все усилки чтобы выцепить рации полиции нужно ровно 8 вольт окей 8 вольт так 5 4 о как интересно значит 4 выставляем сколько он сказал 8 вольт 2 стоит и вот один ой 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 вот они зато 7 получается что это значит три надо да нет вот так вот надо все выставили именно готовы к сканированию крути ручки настройки пока не услышишь что-нибудь измерители сигналы должны быть очень яркими кстати а когда ты мне собирался рассказать побольше о родителях мистера м скоро обещаю крутим крутим о хорошо а ты уж насобачился экипаж 8 как слышно прием экипаж 8 слушает запаркован у заправки пока глухо прием продолжай искать пончики есть прям на горизонте чисто мистер м они еще на прежнем месте транслируй давай на прежнем месте а мистером отыскивает местечки и оттуда передает свое мини-шоу ты б слышал его голос по радио такая ржака спасибо а и чувак рядом с а и алекс с матерью свяжись лады уверен ей тебе не хватает да да свяжусь спасибо чел вот за помощь держи о кассетка спасибо а теперь завалим жители петри халявным мясом и бум все о нет троянский конь поврежден ну зато 347 человек получила по халявному бургера уже неплохо следующая остановка ого какой у него прокуренный голос тут я скажу я дальше еду а ты моя остановка да блин он сходит не кисни чел и удачи тебе но спасибо блин с алексом всегда весело на самом деле он реально гений но я походу тогда на автобусе до границы доеду да сейчас 9 километров а ну да все мы у границы круто я доехал до границы главное вывести ребенка за предел чтобы он не пострадал и между прочим у меня собой в кармане есть денюжка это очень хорошо не знаю ставить ее или воспользоваться ей наверное воспользуемся если я конечно тут кого-нибудь не встречу оп 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 вертушек сверху летает тачка чья-то стоит взломать никак не могу а там бабки лежат копы едут нифига себе нифига себе пойдем к посмотрим что она там же сейчас теракт произошел типа грузовик врезался ребенка подстрелили и все туда едут на границу там сейчас вообще обвал будет не пройти не пролезть я мое чертова вертушка ух горочки скатились надеюсь жопу не ободрал там ничего у нас нету пойдем туда сходим сейчас там дерево обвалилась черту да там отличное место для отдыха было но порелаксировать и всего-то над я просто думал там может зои что-то оставила с прошлого раза еще кто но видишь мы туда пролезть не можем из-за дерева хотя странно возьми да перелезь да но вот я такой вот ленивый жопс джопс жопс ооо бригада бригада голосуй написать голосуйте верьте только себе давай голосовать голосование решает поставим сейчас камешек здесь добавить камень вот карму подняли 91 доллар у меня офигеть вот это я наскреб что-нибудь здесь можно поспать конечно еще одну ячейку восполнить здесь записка это прошлое что ли тому кто оставил здесь деньги оставить деньги другим нет я ставлю хотя можно оставить давай двадцатку оставим оставить деньги двадцатку вот так вот у меня принципе прилично поможем кому не карму подняли заодно план давай поспим учитывая что я награбил надо часть денег оставить как как робин гуда отбираю богатых отдавай бедным восстановили последнюю ячейку надеюсь нам это пригодится ну шо пошли вскарабкиваться и решать проблему как перейти границу если это сейчас возможно тут кто-то ограниченный пост нарисовал все пошли я же все хотел в пограничники устроиться по крайней мере записаться туда так проще будет через границу перейти но видишь у меня документов нет выйти сейчас узнаем что там происходит вообще вертушки летает копов наверно навалом границу вообще наверно перекрыли то есть грузоперевозка не выйти но в смысле в тягаче никак не проехать границу будет сейчас посмотрим ну же ну же ну же давай посмотрим что здесь лимузин стоит это же соня мотоцикл бандюган всю границу перекрыли смотри на въезд тягачи стоят так чуть деньгами то взять деньги сколько возьмем давай двадцатку отдали ладно пускай деньги здесь будут я щас начальник по брожу похожу через несколько дней страна почтит память жертв теракта 86 и выберет нового президента она тут ведет репортаж оглядываясь на 9 сентября многие историки в будущем сочтут его одним из важнейших дней в истории петри идеально вся страна будет смотреть соглашусь действовать надо сейчас позовет прикольно разведка утверждает что бригада пытается действовать господин президент пусть попробуют разделы с ними раз и навсегда разумеется я проведу тут весь день с прямым репортажем с места событий с вами была соня санчес gnn и снято чё она начала понимать в какую фигню ввязалась ты ей волосы укладываешь не укладывая и волосы да не дуйся прическа у нее отличная соня никого не принимает ясно я могу помочь привет этот парень не пускает нас к сони думает мы фанаты а разве нет стиль мы мы не просто фанаты мы ее самые преданные фанаты неплохо стэн ступайте парни ну же пропусти их к сони но тебе ребенок чё сказал а ты кто такой да ты кто такой я неважно просто подросток ну кто бы ты ни был вали отсюда и вы двое тоже валите но уже меч мы расстроили цирюльника поговорим с ней позже вы вы плачете соня 86 тут погибла девочка опа на нифигасе почему бы не сейчас за тебя лала а ей и я звали лова я пыталась ее спасти но камни все падали вот это поворот а он-то все слышит надеюсь иногда я думаю лучше пья тогда умерла она жила соня меч за камнями видишь тоже что я ну же стоять снова ты а где 2 мич чудовище какого поймали меч поймали убийцу и фигасе стенд меч стоп вы знакомы знакомы это мои старшие братья да да ладно привет соня да привет соля быстренько меня обняли вы лоба сейчас же есть мэм лишь мы уже идем так рада вас обоих видеть так давно не виделись не хочу портить сцену воссоединение семьи но он удрал не проблема мы будем тут в день выборов если он решит вернуться мы будем стенд меч извините что я так отдалилась надеюсь вы меня простите не волнуйся саня не переживай мы прежде того но семья типа ой ребята вы лучшие ну-ка еще обнимемся значит остается бригада пора обезглавить гадину да мужик ты не знаешь что бригада тут ни при чем закуски напитки я могу чем-то помочь не в курсе как мне перейти границу это ваш ларек что думаете про выборы давай спросим про выборы не знаю но думаю будет что-то масштабное надеюсь только что добро победит но понимаю история не всегда на нашей стороне так что по телеку показывает чем вы тут торгуете свинья копилкам давай три доллара ставим карму поднимем поступайте с другими как с друзьями и они станут друзьями ну что значит а машины тут стоят а я думал не стоят пойдем к пограничнику подойдем может чё прокатить все таки с ним как же долг бежать то ему смотри чувака нет с которым можно договориться чтобы перебраться через границу а тут разрисовать можно да не если тут начну рисовать меня сразу погранцы свяжут и зададут копам хочет ждать экзамен на заграничного именно регистрация есть конечно вроде все в порядке проходи внутрь о прокатило прикольно сейчас экзамен будем сдавать прикинь ну круто кандидат я тут один или тут еще есть кто-то о еще есть ну ладно это радостно чем не экзамен сдавать а где листочек я не вижу добро пожаловать вы здесь чтобы пройти тест на загранработника если провалите тест значит вы солгали и будете задержаны уходить поздно попробуйте и будете задержаны это сложный пройдут только самые честные граждане ваш номер будет возвечиться позади меня как появится значит ваша очередь результаты теста будут также показаны здесь так что будьте внимательны есть определенные требования подавать заявку могут только состоящие в браке граждане у которых есть минимум один ребенок если пройдете тест контракт на пять лет не больше не меньше и последнее любимая доля вашего заработка будет отсылаться на родину ваш номер скоро высветится короче у нас есть одна загвоздка им нужен человек в браке а я же еще мелкий и не женат 13 а я какой номер кандидат 13 это кто кто 13 кандидат я что сидишь твой номер на экране давай внутрь а это мне как дресси готов ну не знаю наручники есть блин я могу тут и в решетку угодить так начиная посмотрим это теракт хорошо две звезды у него это поиски радиопередатчика гранаты тут новость petria times церемония в память о жертвах теракта мы уже это читали да да это мы читали уже я не знаю ну чё я уже здесь значит я готов тихо начнем вопрос первый ваш номер кандидата 13 второй вопрос сколько лет вашему старшему ребенку подожди я не знаю мне сколько лет было мне 17 или 16 было блин я даже не знаю сколько лет моему старшему ребенку или младшему он сказал я уже забыл что он там сказал капец давай бы скажем странно выглядишь очень молодо третий вопрос если пройдете тест насколько останетесь за границей всего на 5 лет меньше чем на год возможно навсегда четвертый вопрос сколько будет вашему старшему ребенку когда вернетесь так я сказал 5 лет значит 10 лет ему будет пятый вопрос являетесь или являлись ли вы членом черной бригады что за бригада нет шестой вопрос слушали ли вы когда-нибудь подпольные радиопередачи только честно только честно ну скажем типа да нет седьмой вопрос когда случился теракт бригады 9 сентября 98 шестом году девятый вопрос кто наш великий президент теракт конечно же одиннадцатый вопрос что и спит что из перечисленного вам нравится больше всего писать заграничным друзьям по переписке это точно нет читать фэнтези патрулировать с юными патриотами патрулировать чего смысле патрулировать с юными патриотами я я же не в полицейский участок записался я на границу вот тут какой-то вопрос с подвохом патрулировать юными патриотами читать фэнтези что вам нравится больше всего ну давай читать фэнтези последний вопрос были ли ответы на все вопросы правдивыми ответ я уже знаю но хочу услышать от тебя у меня есть деньги а 10 долларов ему предложили нет нет не всегда да конечно давай 10 долларов и модуль ты пожор страны да в смысле но я выслушаю твое предложение у меня 68 но давай наверно 30 или 40 чтоб точно наверняка больше я не смогу предложить давай давай вот так подождать результатов тестирования можно в приемной надеюсь тебя не арестуют хорошего дня так пришлось откупиться ну тут вся страна продажная поэтому можно было ты выглядишь слишком молодо для этого теста спасибо пожалуй просто выгляжу младше своих лет небось я ничего не скажу надеюсь он пройдет мимо кто полицейский результат допущен провалил допущен ух нас пронесло нас пронесло коп идет ко мне или он мимо проходит что 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 номер 13 тест пройдет кстати выйти и представляете нашу благословенную страну как следует ништяк мы прошли офигеть свобода нет ничего важнее но многие в петре и и пока не обрели 34 дня спустя день выборов ну-ка 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 что там происходит народу еще больше и они уже ближе подходит к воротам границы ох 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 а полицейские отстреливают народ вот это мясо там происходит некоторые путешествия только начались ну что круто мы еще одного чувачка пропустили через границу причем легальным путем но немножечко подкупили пограничника но прошли спокойно 40 долларов все потеряли и так совсем чуть-чуть осталось до финала и впереди наверное нас ждет еще как минимум два эпизода а может быть и три я думаю что 10 эпизодов в этой игре это мы узнаем уже с тобой в следующих сериях а если тебе понравилось то не забудь поставить лайк и подписаться если ты еще не подписан чтобы не пропустить следующих крутых видосов которых мы с тобой и увидимся до встречи